Крупнейший в мире производитель электроники Foxconn заключил сделку с концерном Fiat Chrysler, и теперь будет выпускать в Китае электромобили. А после того, как новые электрокары надлежащим образом зарекомендуют себя на азиатском рынке, их планируют продавать по всему миру. Звучит оптимистично, учитывая, что сейчас, похоже, только Nintendo еще не начала выпускать электромобили. Есть мнение, при таком раскладе борьба за рынки пойдет нешуточная. Однако самое интересное в новости то, что Foxconn и Fiat Chrysler параллельно разрабатывают концепцию интернет-автомобилей. Ну, это по аналогии с интернетом вещей. Что именно под этим подразумевают, до конца не ясно. Рискнем предположить, что среди прочего подразумевают обмен данными между умными автомобилями в дорожном потоке. Ну, чтобы снизить количество глупых аварий и пробок. А количество умных аварий и пробок увеличить. Ну, а тут еще компания Subaru объявила, что к середине 30-х годов все ейные автомобили станут электрическими. Ну, а те, которые не станут, просто исчезнут из продажи. Полностью отказаться от бензиновых двигателей японский гигант планирует лет так через 15. В ближайшие годы Subaru совместно с Toyota намеревается выпустить всего пару электромобилей. Но к концу 20-х годов количество гибридных и электрических моделей должно составить уже 40% от общего объема продаж. А тем временем в Европе внезапно изменились цены на зарядку электромобилей. Крупнейшая сеть зарядных станций Ionity с 31 января поднимает цены на скромные 500%. Кому это может быть выгодно? Кому принадлежит Ionity? А в списке владельцев и акционеров все знакомые лица Daimler, BMW, Ford и Volkswagen. И если до этого владельцам замечательных эко-френдли машинок въезд на зарядную станцию стоил всего 8 евро, то с 1 февраля надо платить за каждый полученный киловатт-час. Если сравнивать с европейскими тарифами на электричество для домов, то цены на станциях Ionity станут примерно в 3-4 раза выше, чем в домашней розетке. Но самое главное, теперь в пересчете на сотню километров пути ужасно неэкологичный бензин будет дешевле электричества. С огромным интересом будем следить за положением дел на электромобильном рынке.